Всем привет! Снова с вами GameDragon и сегодня у нас продолжение мексиканского дополнения к Railway Empires. Или Empire? Одна. Empire. Одна. В прошлый раз мы закончили с тем, что выполнили соединение Веракрус и Мексика. Мехико, точнее, простите. И сейчас нам надо увеличить население Мехико до 55 тысяч и в принципе оно потихоньку растет. Вот. Очередная паника на финансовом рынке. Финансовые проблемы у железных дорог. Это, по-моему, зараза. Кто-то нам подмешал что-то не то. Нет? Нормально. Что у него здесь не так? Локомотив замедлен из-за недостатка оборудования. А ну, остановись. У тебя переход здесь есть. А где у тебя башня обслуживания? Нет у тебя башни обслуживания. Замечательно в кавычках. И сюда я башню обслуживания уже не в пиндюрю, да? Не получается. Здесь семафор мешает. А если я этот семафор, с вашего позволения, снесу? Тоже не получается. Жалко. Так красиво здесь въезжает. И тут хорошо было бы башню поставить. А здесь уже город мешает. Странно. Почему он мешает? Тут же вот еще, казалось бы, да? Сюда оно въезжает. Хорошо. Давайте переделаем. Давайте переделаем. И заодно будет видно. Сможем мы башню обслуживания ставить? Можем. Так. Поставили. А это... Закончили перед самой башней. Вот так красивее будет. И теперь здесь, по-моему, в обе стороны. Здесь же одностороннее движение у нас. Ого, ничего, сюда мы ездим. А чем мы так далеко ездим? А что я прошлый раз надел? А-а-а, у меня в Мехико... Точно, я же фабрику построил. Я и забыл уже, слушайте. Поломка. Хорошо, здесь приедет заправиться. Ну, тяни, тяни, тяни. Я надеюсь, что не сломаешься. Так, что тянет? Кофе. Это что у нас? Вагон, холодильник и молоко. Замечательно. Чтобы нам вырастить город, нам надо в него поставлять больше 60%. Ну, то есть удовлетворять спрос на больше, чем 60%. Сейчас 69-68 тут, и оно растет. Так, квартальный отчет не нужен. 83 тысячи заработали. Давайте поглядим. А что нам там надо поставлять-то? Пшеницу. Крупный рогатый скот. Вот это производство. Это не нужно. Нужно кофе. Ох, доски. То бишь, дерево. Доски еще не можем. Мясо. Пиво. Хлопок на производство. Сахар. Ткань у нас производится. И молоко. Я до сих пор... Ой, овощи уже. Я до сих пор, кстати, не знаю. Если ткань производится в городе, она идет в зачет? То есть, как бы, люди сами с фабрики могут покупать и дистрибьютировать? Или я должен ее куда-то увозить? Вот это для меня осталось до сих пор вопросом. Так, мясо, мясо, мясо. Где у нас? Мясо здесь. И поставки у нас здесь, возле Охака. Охак. Ох, господи. Охака. Акапулька. Ай-яй-яй-яй. Только мясо производит. Здесь сахар. Уже можем... Так, вот фрукты. Кстати, лес и пшеница. О, и сахар. Здесь все вместе, слушайте. Здесь просто шикарно. Можно возить в Мехико. 361 тысяча. Я думаю, что где-то как-то... Вот здесь перевал такой. Можно сюда спуститься, я думаю. И здесь это все забрать. Либо пойти другим путем. Отсюда забрать в сторону Гвадалахары. И с Гвадалахары через Тюарт усадьбу возякать уже на Мехико. Я думаю, это не лучшая идея. Поэтому давайте лучшей идеей мы расширим. Во-первых, мы построим станцию ТО. Это первое. Так, пивоварня в городе Тулса. Тулса черти где, пока ее покупать не буду. У меня в планах другая идея. Значит, расширить станцию непосредственно в городе Мехико. И это обойдется мне в 100 тысяч дополнительно. Но зато у меня появятся два дополнительных пути. Которые я возьму и вот так вот протяну. Сюда раз. Здесь расширится база моя. И сюда тоже протяну. Во-первых, я сразу получу 4 пути обслуживания. Так. Что я могу еще из этого сделать? Значит, я могу попробовать сделать переходы. Оставить эти два на эту часть и отсюда. А эти попробовать нет. И так, значит, будет по-другому сейчас. Сейчас мы с вами напридумываем. Если получится. Не получится. Слишком коротко. Слишком коротко. И туда выносить далеко. Я не хочу туда. Хотя, конечно, надо бы. Надо бы. А действительно надо или не надо. Если мы скажем не надо. И сделаем вот так. Раз. То есть отсюда. Хоть сюда. Тогда и отсюда должны уезжать. Эй! Я так не играю. Оно должно работать. Что-то я не то тут наделал. Надо, видимо, чуть дальше протянуть. Хорошо. Вот так. И тогда. О! Здесь сработало. Отлично. Так. Все. Здесь переход получился. Единственное, что можно сделать будет. Смотрите. Это можно будет вот сюда протянуть. Например. То есть, если эти поезда отсюда идут. Давайте развернусь, чтобы было понятнее. Если я еду по вот этой, например, части. Я могу уйти на вот эту платформу. И занять третью платформу. Потом на обратном пути я могу. Опа! Уйти сюда. И. И нам нужно будет двухколеечко. Так как это не будет сильно использоваться, я уйду на эту сторону. Нет. Близко слишком. Так. Вот. Ну. Да что такое? Что-то не работает. Вот бред. Надо расширять еще. Это слишком длинные переходы. Что я хочу? Я хочу просто здесь двухколейку, во-первых. Эй. Что произошло? Не то нажимаю все время. Так. 197. У нас еще деньги есть. И отсюда я хочу уйти вот сюда. Да почему ж? Почему ж мне... Ага. Ну. Да. Все-таки близко. Вот так. То есть. Получается. Значит. Отсюда я ускакиваю на третью платформу. С третьей платформы я выезжаю. Бжик-бжик. И поехал сюда. Этот всегда будет занимать первые две платформы. Боковое ответвление. Это третье ответвление. Пока. А третье и четвертое ответвление пойдут у меня вот туда в сторону Гвадалахары. Не, не Гвадалахары. Вот сюда. Ну да. Гвадалахары. Но только... Только через южную часть. Давайте посмотрим, что здесь получается. Мы ускакали далеко. Да нет. Не очень далеко. Поэтому вдоль горы пойдем сюда. Сюда и сюда. Вот здесь вот хитрее надо будет. Значит, здесь фрукты, доски, бревна, точнее, и мед. Блин, это не мед, это сахар. Мне все время хочется назвать ее мед. И пшеничка. Пшеничку мы доставляем откуда? Вот отсюда. И пшеничку мы доставляем, кстати, только в Веракрус. А в Мехико мы пшеничку не доставляем от слова абсолютно, да? Да, ноль. Тогда, значит, нам выгодно будет все. Но денег у меня мало. Значит, что я хочу? Я хочу построить... Ага, то есть мне можно будет... Ну, логично, да? Объединить, наверное, вот... Ага, получилось, супер. То есть, если я уйду... Так, сколько это? 100? Хорошо, получилось. И теперь здесь сотню. Объединим. Давайте вот в эту сторону развернем, чтобы сейчас на Гвадалахару уйти. Так. Все, получилось. Денег осталось крайне мало. Можем, конечно, займ взять. А может, возьмем займ, а? Что там дают-то? Что там банк дает? На 80 недель под 6 кредитов. Под 6 процентов. На под 8 процентов 400 на 100 недель. Это на 2 года. Давайте-ка мы 300 тысяч возьмем сейчас. И начнем строить. Потому что продукты и развитие города принесут нам больше барашей. Что я хочу? Я хочу, чтобы когда затариваются на этой платформе, поезда, они не мешали проходу вот этих поездов. Значит, что мне надо? Во-первых, мне надо... Ага. Ну, мне придется уйти достаточно жестко в сторону. В принципе, это окей. Ну. Вот. То есть мы вот так вот сразу раз и ушли. Теперь я здесь хочу пройти мимо. Жалко я не могу строить вот здесь отдельно. Тогда давайте так сделаем. Значит, отсюда по-любому с Томпсон ферма мы подтянем... Вот, блин. Три процента, два, один. Сейчас давайте проложим путь сначала до Мехико адекватный. Давайте сделаем так. Ноль. Здесь три процента. Хорошо. Проложим сюда два. И это был у нас какой? Это был, по-моему, левый. Да, левый. Все правильно. Левый. И левый мы заведем вот сюда. Только это очень близко. Хотя... А если я вот его вот так вот выгнул? Во! Чтобы было подольше. Здесь ноль. Здесь двоечка. Два. Это немного. Давайте сейчас подвигаем. Тут даже единичка. Цена 400 ты. Ого, ничего себе. Почему? Потому что, видите, все на подъеме. Вот на таком. Это не очень хорошо. Он стоит очень дорого. Поэтому давайте будем теперь и это двигать. Так. Здесь три градуса уклон. Но зато цена сразу до 180 упала. Поезда у нас достаточно уже продвинутые. Поэтому можем. Здесь ноль. Так. И здесь градус. И он идет у нас прямо... Прямо над полями. Вот. Если можем утопить его. Здесь семь градусов. Нет. Это очень круто, ребята. Семь градусов. Это очень круто. Сто сорок шесть. Пять четыре. Четыре градуса. Хорошо. Если это удалить. А. Он покажет ноль. Цена 225. Но нам в объезд. Хорошо. Четыре градуса. Три. Здесь ноль. Сто пятьдесят четыре. О. Вот такой маршрут меня устраивает. Я покупаю. Я покупаю. И сразу. Я делаю его двухколейным. Так. Сюда. Сюда. Заводим на край. Эх ты, зараза. Чего ты не работаешь? Не, ну нормально. Хорошо. Здесь вот так. Ага. Все. Отлично. Сработало. Надо до конца доводить дело. Так. Еще 119. Вот я потратил на сахар и дерево. Мне дорога, вы знаете, нравится. Я ожидал гораздо хуже вариантов. И что мне теперь надо? Я хочу, чтобы лето не кончалось. Так. Значит, у меня есть платформа. То есть, я иду по этой. Я лечу, лечу, лечу. Лечу сюда. Я могу выбрать либо эту, либо вторую. Третью, четвертую. Так. Если, например, я выбрал эту. Вот я сюда прилетел, выбрал эту. Нет, вру. Я прилетаю с этой стороны. С этой стороны я могу выбрать либо эту, либо эту. Вот здесь. Потом я или прямо ухожу или туда. И больше мне, в принципе, никаких особых пересечений не надо. За исключением одной маленькой детальки. Значит, я не хочу, чтобы поезда ехали вот сюда. Так. То есть, до развилки. Здесь будет управляться станционным. Дальше у нас, смотрите, переход идет. То есть, этот летит туда. А этот должен успеть отсюда выйти. Значит, вот. Ой. Что-то я не так сделал. А, все правильно. Да. Вот так этот тогда сюда выходит. Этот тогда мы ему не даем ехать вот отсюда. Правильно? Да. Ну, сейчас у нас одна колейка. Мы сейчас добьем здесь тоже. Чтобы уже все было честно. И тогда, а этому, который выходит отсюда, надо успеть... Ах, здесь не влазит, да? Жалко. Тогда... Тогда мы этот решим вопрос чуть позже. Мне кажется, сейчас опять боковую надо в нашу хлопчатобуможную ветку надо будет перенести еще чуть дальше. Или вот этот переход под... Я знаю, что сделать. Вот этот переход. Аккуратно тут. Вот этот. Мы сейчас внесем просто еще чуть дальше. Вот так. И тогда здесь влезет светофорчик. Так. Светофоры. Ну, в данном случае еще семафор. И тогда здесь он будет. Здесь надо притормозить, чтобы этот ушел отсюда. Да, если вдруг он там на той колее застрял. Здесь, сюда. Да, вроде должно работать. Так. Здесь у нас переходы есть. Станцы техобслуживания есть. Здесь у нас переходы есть, но нету светофоров. Значит, вот это. Так. А в обратную сторону и не надо. Теперь давайте разбираться со светофорами здесь. Значит, этот идет без преград до самого конца. Да, все правильно. Он действительно идет до самого конца. И ему никто по этой линии не мешает. Вот обратно ему надо успеть выскочить. Будет. Здесь вот его придержат. Здесь. Если сюда сунулся, то он успеет пропустить, я думаю. Хорошо. Тогда здесь мы ставим просто обычные проходные. Где-то давайте еще вот тут. Потому что я чувствую, движение у нас будет, мягко говоря, интенсивненькое. Вот это где-то длина поезда. Так, примерно. Я себе так ощущаю. Стоп. Где у нас? Томпсон. Ферма. Вот. А здесь не будет. Знаете почему? Мне же еще надо вот эти две будет еще туда впилиликать. Поэтому 53 тысячи. Я попробую сейчас. Это правая. Не забыть, что это правая. И правая у нас пойдет на правую часть. Не влазит она здесь, да? Хорошо. А если я тебя поставлю вот сюда, например, да? А тебя здесь... О! Вот. 5, 3, 2... Это тут было 2. Вот так. Цена 140 тысяч. Очень дорого. 1%. Но тогда заработать. Смысл в чем? В общем, новый апдейченный пультепрокладчик автоматом нам создает вот такие вот выходы. В одну сторону. И потом можно будет быстро приделать другую. Мы пока это оставляем. Пущать так будет. И давайте загоним с Томпсон ферма на Мехико наконец-то хоть какой-то маршрут. Томпсон ферма на... Опа. А что такое? А, я знаю, что такое. Опять я забыл. Самое главное. Вот здесь же надо пересечение построить. Я не могу, пока я здесь не задискарчу. Ну, ладно. Вот здесь переход 3. Или я могу... Давайте я сделаю вот здесь, где поровней. Поровней я имею ввиду не уклон, а поровней просто часть. А вот автомат обслуживания я поставлю где-нибудь здесь и попозже, когда у меня денежки появятся. Так, переход я сделал. Светофорчики сразу добавим. Они же семафорчики в данном конкретном случае. И здесь ты идешь. И чтоб к тебе обратно никто не заезжал. Вроде бы правильно. Да, теперь возвращаем, где наши маршруты. Вот она, новая железная дорога. Настроить путь. Томпсон фермы Мехико. Автоматом. И поехали. У нас только ферли. Хорошо. Проводники нам не нужны. В данном конкретном случае вагоны. Вагон. Холодильник. Ну, у нас здесь сахар. Продукты питания. Ладно, добавим один вагон в холодильник. Потому что... О, тем более у нас сахар. Повезло. Оно все это дело. И одним поездом мы не обойдемся. Достаточно очень длительная будет здесь перевозка. Поэтому пока у нас есть деньги. Я сдублирую просто маршрут. Ага, нет у нас денег. Все, ждем. Давайте чуть ускоримся. Посмотрим, что нам поезд привезет. Можем даже вот так вот выбрать здесь. Вот один поезд будет. 46. Вот все. Сдублицировали. И повезет. Видите, уже бревна немножко повезет. Так. Наблюдаем. Значит, наблюдаем. Этот приехал. Давайте мы за ним. Так. Приехал и нормально заехал на четвертую платформу. Так. Разгружается парень. 2, 3, 4, 5, 6. Пум. 17 тысяч. Ну и, естественно, поехал холостым. Назад. Так. Давайте посмотрим, как он выйдет. Он идеально по прямой здесь вышел. И погнал все. На круг. Так. Что у нас? Навстречу ему едет. Давайте с другой стороны посмотрим. Мне нравится. Здесь вот я начал записывать сейчас по поводу Мексики. Да? DLC-шки. Я что-то втянулся в игру. Тут добавили много всяких интересных фич. Она стала такая немножко... Не знаю. Хардкорные мне, конечно, сложно назвать. Но есть моменты, которые приходится немножко поломать голову. Ну, смотрите, красота какая. Тянем. Сахарок. Спасибо. Сахарок и бревнышки. Этот сейчас тоже, по-моему, бревна не потянет, а потянет сахар. Давайте мы сделаем дубликат его и загоним третий. О, этот немножко бревен погнал. Поэтому вот этот, который сейчас приедет, может быть, зацепит и бревна таки на самом деле. Так. Хорошо. Этот сюда приезжает. И они потихоньку начинают нам приносить прибыль. Да? Ну, я очень надеюсь. Кстати, я до сих пор не разобрался, как считается прибыль. Потому что, если мы заглядываем внутрь него, ну, например, вот так. Сейчас найдем какой-нибудь любой. Ну, вот. Веракрус, например. Да? У него достаточно большая доходность, а недельный баланс получается всего 1348. Всего туров 3 он сделал, длительность 89 дней. Я так понимаю, то есть вот это вот 89 дней, это 3 месяца. То есть он берет вот эту вот как бы суммарную часть всего-всего, общий баланс 17 тысяч. Его как-то делить на это, что ли? Надо будет посчитать. Ну, я пока не очень понимаю. Вот. Как оно считает, мне непонятно. Я могу только ориентироваться здесь. Но если бы я смотрел сюда, что они дают эти деньги. Ну, короче, я не знаю. С экономикой я не разобрался. Именно с численными показателями. Абсолютно. О, смотрите. Я заванговал, и я заванговал верно. Бревнышки поехали. Давайте посмотрим, что случилось в Мехико. 61%. Видите, чем больше население, тем сложнее удовлетворять спрос. Мы всего лишь в одном проценте от того, чтобы он остановился в развитии. Склад переполнен тканью. Мы доставили достаточно много сахара. Надо ткань куда-то вывозить, между прочим. Что у нас в Веракрузе? В Веракрузе у нас надо 40 тысяч для того, чтобы построить какое-нибудь предприятие, например. Давайте откроем что-нибудь новое. Вот этот хороший скорый поезд. И мы его пока открыть не можем, потому что нам надо что? Нам надо открыть еще одну штуку. Я просто раз забыл. Ты сам забыл. Ты есть еще отдельно компания. Что, чтобы помочь Мексике встать на ноги? Давайте сюда инвестируем, где у нас... Ага. Но ничего не получится, если не наладить местор. Ладно. Проблема в том, что я думал, что если я выинвестирую в очко вот сюда, то оно засчитается и здесь. Нет. Отдельные ветки. И они друг друга не пересекают. Бодьтесь о том, чтобы в Веракруз поставлялся кофе. Наши заграничные друзья будут очень благодарны. Их поддержка поможет мне наконец-то заполучить власть в Мексике. Новое задание. Ага. Мы увеличили Мехика до 55. Отлично. Доставить кофе в количество 50 грузов в город Веракруз. И у нас на это все есть всего годик. Поставлю вот таким вот нехитрым образом паузу. И поищем кофе. Вот есть кофе. И вот есть доски, кстати. Для развития Веракруза мы можем вот сюда прокинуть ветку. Можем через Туст... Туст... Тустла? Да. Тустла. А не Тустпа. Тут есть еще железо. Можем на Веракруз вот это вот возить через... Либо вот сюда через рыбку. И вот так, наверное, будет самое правильное. Либо вот сюда, минуя рыбку. Что не есть. А может правильный... Нет, здесь очень узко. Здесь пошире. Значит, едем сюда через Тустлу. Мимо рыбки. Рыбку потом пристыкуем, если вдруг надо. Будет рыбка, кстати, нужна городам при очень достаточно большом количестве жителей. Потому что 60 или 70 тысяч. Сейчас проверим. 55 тысяч. И кофе. И много грузов. Ну, в принципе, я успею. Веракруз кофе. Хорошо. Пустая площадка без... Близ города Медивра. Пустая площадка. Почему пустая площадка стоять? Ну, давайте за 74 купим. Я не знаю, зачем мне это. Но это доски. Ладно, пускай будет. Будем магнатом. Все скупим. Он станет президентом, а я буду олигархом местным. Так, приобретает дерево Пролесок. Ладно, покупаем вот эту. Увеличивает тяговую мощность локомотивов на 5%. Гудок. Гуданул и подъехал быстрее. Видимо, какая-то реактивная тяга создается. Мы не закончили маршрут Миллер имения. Томпсон ферма. У меня 74 тысячи. Мне этого недостаточно. И мне надо заниматься Veracruz Coffee. Соответственно, я попробую сейчас тыкнуться вот сюда. На маленькую часть не получится. На большую получится. Мне не хватает денег. Ну, ладно. В принципе, пускай тогда ездит само недостаток оборудования. Это значит чего? Это значит тебе недостаток обслуживающей башни. А я к вам все равно не доделал. Да, еще сюда. Ладно. Однозначно это будет где-то здесь. Я мог поставить на место светофоров. Видите, и он заменит собой. Он все равно имеет светофоры. Вот. И он заменит под собой светофоры, которые есть. Мы где-то сюда пристыкуемся. Миллер имением. И будет нормально. Только денег надо, которых нету. Это при том, что я взял займ. Заполняется. Да, видите, у меня не хватало водички для того, чтобы доехать не надо. Так, вот пшеничка ездит. Блин, мне так нравится. Вот это когда не поездал, вот так вот ездит. Потому что тут подгоняют, отгоняют, перегоняют. Очень приятно сделано на самом деле. Так, смотрим дальше. 17 тысяч приехала. Здесь 15 тысяч. Ну, в принципе, неплохо. По 2 400 они привозят. Так, бонус за новое предприятие. 111 тысяч. Где это? Эй, это где? В Эль-Пасо. Опа, стоять машина. В Эль-Пасо есть место для предприятия. А у меня денег нету. А было бы хорошо в Эль-Пасо. Я не знаю зачем, но Эль-Пасо. Это американская вообще уже часть. Веракруз. Так, давайте потихонечку тянуть веточку. Веточку будем тянуть. Значит, вот здесь холмик. И сюда. Ладно. Разворачиваемся к людям носом. Значит, здесь делаем сначала прямые. Сразу стройте сначала прямые. Вам это потом очень сильно поможет. Это уже по опытам говорит. Вон дальше. Значит, здесь нолик. И где-то будет симка. Давайте протянем дальше. И узнаем, где будет нолик и симка. Давайте по побережью протянем. Вот так. Сколько? 87 тысяч. Опять я без денег. Нищеброд мексиканский. Ладно. Увеличим чуток. Скорость. Может. Накапает мне что-нибудь тут. Так. Вот эта вот петля, конечно. Это я психанул в прошлый раз. Как-то вообще так. Я даже прям вот не знаю. Мегика рост. Мегика рост. 90 тысяч надо. 68 поставляем. Не, нормально мы идем. А вот смотрите. Рыбка нужна. 90 тысяч. Даже не 75, не 8, а 90 тысяч. Я не знаю, почему они рыбу идят только после такого количества. Нам нужно овощи. Точнее фрукты. О, 76 тысяч заработали. И что мы там еще? Пшеничка. Вот. И Мегика будет расти. Мне нужны предприятия будут. Есть один лайфхак. Если вам нужно какое-то предприятие, вы можете его выкупить. Снести и построить свое. Но это вам надо много денег иметь. А у меня уже 177 тысяч. Поэтому я продолжу. Строим раз. Теперь заруливаем на Туслу. Вот. Сюда. Только нет. Туннель мы строить не будем, господа. Мы пойдем по перевалу. Вот и кофе, кстати. Куда-нибудь сюда мы так пойдем. Два. Здесь четыре. Эй. Это начальная точка. Извините. Так. Три и три. Четыре. Где-то тут было три. О. Вот так вот неплохо. Четко завернул и здесь остановился. Только я вот эту вот укорочу немножко. Ага. Не получается. Укоротить. Иначе тогда не 3%. Будет 4. Ладно. 73 тысячи это немного. Зато у нас смотрите какая ровная красивая ветка. Как клюшка получилась. Вот так. И мы этой мексиканской клюшкой дадим прикурить Америке. Так. Бонусы новые. Это мы видели. Здесь раз. Два. Три. Слушайте. Ездят красиво. Возят. Все. Ага. Вот. Уже пустые ходят. Уже ходят пустые. Так. Этот вообще пустой. То есть мы не успеваем. То есть в принципе они выгребают все. Вот 100% перевозится. Ага. Тут не 100% еще. Но полностью мы перевозим поезда практически. Текущая загрузка 14.2. 28.5. Текущая загрузка что предприятие или 24.24. Ага. Значит здесь уже все. Товарное. Товарный склад образовался. Здесь главное оценить можно. Вот тут. Непонятно много это или мало. Но мне кажется что это достаточно. Нет. А нет. Фу. Господи. Мне кажется что он поехал пустой. Что мы можем сделать. Чтобы не было всяких там недостач. Мы можем сказать. В Томпсон ферма. Минимальное количество загрузки. До 8 увеличить. Либо указать еще приоритет ко всему же. Мы не будем ничего делать. Только укажем приоритет. Все. Почему он не выбирает платформу. Сам. Видите. Они всегда приезжают на первую платформу. Вот тут пока мне непонятно. Видимо. Видимо. Видимо надо знаете. Здесь есть такой лайфхак. Я не знаю. Попробуем сейчас сделать. Я попробую его. Зарепродюсить. Так сказать. Есть такая штука. Смотрите. Когда вы делаете вот так. Сводите на один путь. А потом здесь. Разводите это на два пути. При этом. Сигнальные огни у вас стоят здесь. А дальше они сами выберут куда им ехать. Вроде бы как. Ну. В любом случае. Мне так говорили. Давайте сделаем. Вот тут. Однозначно. Принудительно. И посмотрим. Есть ли сейчас. Я поставлю так. Король железной дороги. Новый рекорд. Стирлинг 422 поглотила 83 километра. Хорошо. Что ты скушала 82 километра. В 74 год. А нам 75. Ну. Я думаю мы успеем. Так. Смотрите. Этот поехал на первый путь. Где-то там в ближайшем месте есть следующий поезд. А. Нету. Жалко. Но. Зато он должен стоять здесь до максимальной загрузки. А. Нет. Вру. Не должен стоять. Потому что это у каждого маршрута. Свой отдельный. Вот это плохо здесь. Вот это вот. Минус этой игры. Что здесь. У каждого маршрута. Один поезд. Я не могу сказать. Что вот маршрут. И вот вам 10 поездов. И пожалуйста. Курируйтесь. Как хотите. Так и крутитесь. Это есть. О. Вот 2 выбрал. Кстати. Используем пути 2. Сразу показал. Или там тоже было 2. Короче. Как-то оно должно работать. Главное. Что оно максимальная загрузка. Если они будут стоять ждать. То здесь образуется определенный. Так сказать. Трафик. Король железнодороги. 93 мы взяли. Отлично. Так. А кого мы можем здесь взять. Вот этот за 300. Не можем. Поэтому надо брать. Иньо 440. Это товаро-пассажирский. Теговая мощность. Почти 170 км в час. Этот 60. Но при сотне. Что бы такого сказать. Уменьшает расход воды, песка и смазки на 20%. Уменьшает еженедельные расходы на проездной персонал. У меня его немного. Здесь увеличивает стоимость билетов на 7. Пассажиров у нас тоже не так много. Я хочу вот этот стирлинг 442. Побил рекорд. Но это не мой. Это значит америкосы гоняют на нем. Это не мои рекорды. И этот тяговая 132. Даже еще больше. Но мы по горам не лазим. И у нас все равно 8 вагонов максимум. Я не могу как в Трэйн Февери загрузить там 200 вагонов. И тянуть их через полкарты. Как змею эту. Ладно. Берем Иньо. Мы его использовать не будем пока. Но это путь к скоростнику. Так. 194 тысячи. Пора. 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 Пора ставить станцию. Станцию мы ставим так. Чтобы можно было. Эй. Эй. Раз. Грин просека. Зеленая просека. Так. А с какой стороны мы заходили? Это была правая или левая? Не знаю. Была это правая или левая? Мы сейчас проведем обе. И у нас этот вопрос отпадет сам собой. Правда мы наверное не сможем построить это. Эй. Не так. Не так. Я не это имел ввиду. Вот так. 150. Нифига себе. А что так много? А. Ну в принципе она столько и стоила тогда. Я же кусками строил. Вот ладно. Хорошо. Ну что ждать? Нет. Ждать не имеет смысла. Это. Это убыток. Давайте соединим. Это была. Теперь я уже точно знаю что была. В данном случае левая. Если так развернуть. И мы строим. И теперь мясокомбинат из города Кампеч. Не-не-не. У меня сейчас денег нету. Никаких мясокомбинатов. Ну и мы можем начать пускать по одноколейке на самом деле маршрут на платформу номер 2. Загрузка. Что-то полезное. И здесь проскакивать только до грин просеки. Это будет очень правильно. Только так. Стоять машина. Я не договаривался возить дерево. Мы договаривались возить немножко другое. Приоритет на кофе идет. И минимальная загрузка в 8. Все. Ничего не знаю. Ты вези дерево в этот раз. А в следующий раз приезжай и забирай отсюда кофе. Кофе. Так. 8000. Бонус за новое предприятие. Это где? Это уже мы видели. Ой. Так. Вот такая вот она жизнь. Мексиканского магната. Так. Минус 60 тысяч. Квартальный отчет. Замечательно. Это квартальный или годовой. Квартальный. Так. Мне надо накопить много всего. Но я бы взял уменьшение расхода песка и воды. На дальних переходах мне потребуется меньше вот этих вот станций. И я все никак не закончу им. Миллер имение. Ладно. Ускоримся. Ускоримся. Легусинчик. Легусинчик ускоримся. Так. Меска здесь нету на экспорт. Потому что мы не поставляем сюда крупный рогатый скот. Но мы вывозим ткань. Куда мы ее вывозим? А потому что наверное здесь... Да нет. Здесь еще 500 тысяч. Ни у кого нет возможности построить. Но. Бонус за новое предприятие. 118 тысяч. Замечательно. Вы мне даете 118 тысяч. Если я построю предприятие. Тысяч за 400. А лучше за 500. Потому что мне нужны платечки. Так же можно здесь построить, кстати, мебельную фабрику. Дрова-то у нас все равно есть. Короче, у меня на 500 тысяч. У меня на пол косаря. Пол ляма денег. А у меня их нету вообще абсолютно. И до которого это действует до февраля 85-го года. Ну и еще полгодика есть. Полгодика есть. 126 тысяч. Вот этот приехал обратно. И у нас здесь 50. Мы возим по 8. Ой, долго придется ездить. Тут однозначно надо увеличивать. Вот 145. Я думаю, мне по-любому надо построить все-таки здесь. Неприоритетное у меня направление развития Мегика сейчас, честно говоря. Ну, на самом деле. Кстати, если не хватает денег, можно строить карманами. Но, как говорится, Шура, это не наш метод. 174. То есть, что я имею в виду? У вас есть одноколейная дорога. И вот в каких-то местах, например, здесь. Вы строите кармашек для того, чтобы они разминулись. Если их несколько. Здесь кармашек. Здесь кармашек. Здесь кармашек. И вот они будут у вас тут в кармашках, как бы в отстойниках стоять. Пока пройдет поезд. Потом они поедут. Тогда вы можете запускать несколько поездов. И они не будут сильно конфликтовать. А можно дождаться 230 тысяч. Сказать, мы строим. И достроить сюда. На ровном участке местности. Например, вот переход. Он будет стоить недорого. И вот у нас всего 25 тысяч, к сожалению. 25 тысяч. А нам надо за 30 башню обслуживания впихнуть. Ну, пока оно там думает. Значит, давайте сделаем так. Здесь построим. Симмофорчик в эту сторону. А здесь вот. Как бы так. Ага. Блин, я неправильно сделал. И что получится. Смотрите. Фигня. То есть, если этот поезд идет сюда, то он прибывает только на первый путь. И потом он пока отсюда с первого пути не уедет. Я слишком далеко построил эти вещи. Значит, я неправильно сделал. Блин, зарану. Так. Что-то я вот тут вот накосячил. Опять. А вы молчите. Вы не можете ничего сказать. Так. Вот это сносим. Соответственно, сносим. Раз. Аккуратно тут. Потому что нам придется все перестраивать. Два. А вот это тоже сносим. И теперь строим по новой. Значит, один мы строим здесь. Один строим здесь. Ну, как минимум, это уже поближе будет к станции. И это уже поприятней. Так. Все. 24 тысячи. Мне даже купить не на что локомотивчик. И, по-моему, мне надо построить то же самое здесь. Да. Совершенно верно. 46 тысяч. Так. Приветствую, друг мой. Здесь сразу давайте станцию. Вижу этот мечтатель с диктаторскими замашками. Затащил вас в свои делишки по самые уши. Родная страна заботит его намного меньше, чем власть. Возмутительно. Кем этот гринго себя считает? У нас нет времени болтать о всякой чуши. В наших руках судьба Мексики. Возвращайтесь к работе. Прошу меня простить. Кажется, я не представился. Лиланд Стэнфорд. К вашим услугам. И, в отличие от генерала, я не скрываю собственных намерений. Я прошу вас помочь мне получить доступ к мексиканским ресурсам и экспортировать их в США. Мы заработаем кучу денег. А поскольку в страну потечет иностранный капитал, выгоду получит и народ Мексики. Давайте для начала сорвем поставку кофе в Веракрус и отправим его моему торговому партнеру на западном побережье. Я могу даже взять партию покрупнее. У вас и прибыль побольше будет. Чудо капитализма, друг мой. Шайка проклятых эксплуататоров. Если мы потеряем бдительность, они заполонят здесь все как саранча. Придерживайтесь моего плана. Вива Мехико! Так, кажется у нас тут назревает конфликтец. Смотрите, ситуация следующая. Ко мне прибежал какой-то альтернативный дядька и сказал, давайте-ка торговать ресурсами против того кандидата. Представился каким-то чуваком, не сказал, он вроде не президент, которого пытаются сверкнуть. И давайте доставлять 60 кофе в Акапулько. И это после того, как я наладил линию через полстраны. Акапулько здесь и у меня здесь вообще рядом анибельмеса. И не угу. Не-е-е-е, парень. И знаете что? Вот чем он мне не понравился? Второй. Даже если тот бородатый дядька. Мне не нравится тем, что он действительно какой-то слишком... Слишком такой какой-то странный, я бы сказал. То второй мне не нравится, несмотря на то, что он вроде молодой, мне не нравится одной такой простой вещью. Он предлагает торговать ресурсами страны. То есть не уже производством, да? А именно ресурсами. А еще, по-моему, Петр Первый говорил, если я не ошибаюсь. Торговля недрами земными есть преступление против страны. Вот как бы так. Поэтому я решил поставлять кофе без вариантов. Вот не нравится мне эта концепция с продажей всякими янки нашего кофе. Когда вы сказали, что капитал потечет в страну и от этого выиграют мексиканцы, что-то мне сомнение берет. Вот как-то не верю я в это. Почему? Не знаю, но не верю. Поэтому мы, наверное, продолжим уже в следующей серии поставлять продукты. Тем более у нас надо все-таки накопить. Здесь что? Кочегар уменьшать. Нельзя расходить поездной персонал. Там уже читали. Так. И, наверное, я все-таки Тулсу буду развивать. Плюс я купил здесь... Где? Вот. Я купил здесь дерево. И надо вот этот регион развить будет. Так, стоп. Холодильные склады, увеличивающие оплату за перевозку груза. Да, вот мы возим много грузов, поэтому грузовые вещи я буду покупать. Да. Это вот моя стратегия. Что у нас в Мехике? Мехике у нас... О, упало 53%. Видите? Слабенько, поэтому он не развивается, не растет. Ну, да бог с ним. Надо сейчас нам Веракруз немножко подтянуть. Веракруз тоже начал сбавлять. Не, начал опять наращивать обороты. И у нас неплохо бы сюда предприятие бомбить. Бомбить предприятие какое, а? Дерево или платечко? Короче, пишите, что построить в Веракрузе. Дерево или платье? Ну, то есть, имеется в виду, проспележ на доске вот этого, вот, может быть, и даже вот этого. Или построить здесь платье, которые будут ехать из Мехико, да, потреблением. А доски, например, построить в Туз... В Туз-Тле или вообще в Кампече, например. Я не знаю. Ну, потом развить его. Тут хлопок, баранина. В принципе, тут есть чем развить. Можем смотреть. Короче, я жду ваших комментариев. Мне очень хочется посмотреть, чего вы на это скажете. Все-таки, Веракруз, доски или платье? То есть, вот, ателье строим, либо мебель, не мебель, да. О, кстати, лучше даже, может, мебельный завод. Потому что просто пилить их на доски. Где тут были доски? А, нам доски недоступны. Тогда вопрос. Либо мебельный завод, либо ателье. Что, на ваш взгляд, лучше? Думаем, говорим, пишем комментарии. А мы с вами увидимся в следующей серии. Всем пока. С вами был GameDragon. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Ну и всем пока. Хорошего настроения.